Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины знаменитых художников. Немножко я расскажу сегодня биографию Андрея Дель Сарта, итальянский живописец флорентийской школы, ученик Пьеро Ди Казима. Набрал я из интернета картин его и зачитываю в Википедии. Ну так вот, он родился в Варенции в 1486 году, хотя эта дата такая неподтвержденная. Родился в семье Портноа, но собственно говоря, настоящей фамилией его была Де Аньола, однако уже довольно давно повелось называть Дель Сарта в ремеслу его отца Сарта по-итальянски Портно. Ну и конечно, в общем точную дату рождения живописца исследователи определить не смогли, поскольку не сохранилось ни записи о его крещении, ну и никаких других документов. Учился у Пьеро Ди Казима, испытал Леонардо да Винчи, фра Бартоломео, Микеланджело, работал во Флоренции, к концу жизни стал признанным главой флорентийской школы живописи. Произведение Сарта отличается ясностью и торжественностью композиции, построен на гармоничном равновесии сложных и крупных пространственно-ритмичных форм, так написано в Википедии. В юности на его становлении действительно наказали в Яне Леонардо да Винчи, Микеланджело. Он дружил с Рафаэлем, Цианом, Франча Биджо. Это был его друг, они вместе снимали мастерскую. Работал во Флоренции, затем во Франции по приглашению короля Франциска I, который кстати не отпускал его из Франции, но Андрея родился на Лукреции Дель Феде. Это вдова-шляпника по имени Карла. Ну и как говорил, Лазаре стал подкаблучником, поэтому она написала ему письмо во Францию, хотя у нее были отличные перспективы остаться во Франции, стать придворным художником, но он поехал к жене и думаю в общем в конце концов пожалел о том, что не остался во Франции. Так вот Вазаре описывает Лукрецию, жену Андрея, как неверную, ревнивую и сварливую по отношению к ученикам. Андрей умел во Флоренции в возрасте 43 лет во время эпидемии чумы. Он был похоронен без особых церемоний в церкви Сервитес. Вазаре утверждал, что Андрей не получал никакой заботы от своей жены во время его смертельной болезни. Ну, скорее всего Лукреция просто боялась заразиться чумой и поэтому старалась держаться подальше от больного мужа. Кстати, пережила его на 40 лет Андрея Дель Сарта, знаменитые его картины, Святое Семейство, Житие Святого Филиппа Бедницы, Клонение Волхов, Крещение Христа, Благовещение, Голова Христа, Христов Спаситель, Мадонна с Гарпиями. Кстати, модель для которой, возможно, была его жена Лукреция. Картина находится в галерее Уфицы. Видел я ее как-то. Житие Иоанна Крестителя, Тайная Вечеря и так далее. Микеланджело, высоко ценивший талант, Дель Сарта и представил ему как раз Джорджа Вазари, который впоследствии стал учеником Дель Сарта. Но Вазари подверг резкой критики своего учителя, утверждая, что несмотря на наличие всего необходимого, чтобы стать великим художником, ему недоставало амбиции и божественного огня вдохновения, который помогал творить его более знаменитым современникам, таких как Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Наиболее знаменитыми последователями художника у Флоренции был Ико Пантормо, Франческо Сорвиатти и Джакопино Дель Конте. Вот, наверное, и все. Вкратце биография. Посмотрите работы Андрея Дель Сарта, Толенский живописец Флорентийской школы, ученик Пьера Дикозима. Все, всем пока, всем привет, до свидания.